И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в Формулу 2, я начинаю проходить новый чемпионат вместе с вами, он, наверное, будет выходить где-то по ходу недели, пока что я не знаю где, но сегодня воскресенье, 23 февраля, всех с праздником, все дела, скорее всего, он сегодня не выйдет, если я его успею смонтировать и залить, да, наверное. Короче, ладно, у нас карьера за Мика Шумахера, почему за него? Да, потому что мне так, наверное, захотелось, потому что мне так нравится, хочу покататься за Шумахера, правда, Мика. Ладно, у нас 50% первой гонки, 50% второй гонки, квалификация полная, ну и тренировка 30 минуток я себе поставил. Сложность ботов 103, потому что я буду впервые вообще знакомиться, можно так сказать, с гонками в Формуле 2, потому что я вообще никогда именно с ботами в гонках еще не ездил в таких длинных. Бусть 103 пока что будет сложность, а дальше мы уже посмотрим, будет ли мне так легко, будет ли мне вообще свобода где дышать. Ладно, у нас квалификация, первый круг был на 11 позицию, но я отправился на еще один круг, конечно же, почему бы и нет. Комплект тут, ну, должен позволять, потому что нам на квалификацию дается всего лишь один комплект софта. Один, вот прям один-один всего лишь. Ну и на практику дается один комплект, на квалификацию один, на первую гонку дается два комплекта и на вторую один жесткий. То есть, суммарно нам дается пять комплектов резины, и мы их должны растянуть на практику, квалификацию и две гонки. Причем, в первый песок обязателен. Ладно, у нас продолжается отсчет времени до окончания квалификации. Я на своем быстром круге пытаюсь как-то попытаться улучшить, выбиться где-то в топ-5. Вряд ли мне, конечно, это по итогам квалификации получится, но пока что это получается достаточно хорошо. Я улучшаю на, можно сказать, две десятки. И хочу заметить то, что в формуле 2 очень большая плотность. То, что я сейчас улучшаю на две-три десятки, мне может поднять на позиции 5 вверх. Вы видите, что я даже лучше второй сектор ставлю, улучшаю время Девриса, но у нас впереди еще третий сектор, на котором я, если честно, не очень-то и понимал, как ехать. И на момент этого, на момент монтажа данного видео, я уже приехал в Испанию в формуле 2, да, потому что я ленивая жопа, не хочу ничего монтировать. Да, ладно. Завершаем круг, и да, тут такая прикольная ситуация получилась, что у нас с Деврисом получились одинаковые времена. Прикольно? Да. Ладно, у нас пополнен стартовой решетки, они все-таки улучшились. Давайте посмотрим вообще окончательные итоги квалификации. Деврис улучшил, он стартует с полуподишена, а дальше у нас стартует Латифи. Дальше с этой камеры я, Эдкин, Кинг, Йото, Джоу, Матюшита и вроде Хуан Мануэль Каре у нас замыкает топ-десятку, потому что тут все очень быстро идет, не успеваю даже прочитать. У нас, к сожалению, легенда индусского и вообще мирового автоспорта Махавир Ранкухунатан стартует последний, давайте ему пожелаем удачи в гонке. Но у нас тактика софт-медиум, у нас топливо нельзя ни долить, ни слить, поэтому просто отправляемся в гонку и будем пытаться как-то прорываться, может быть даже в победу. И у нас впервые гаснут огни в Формуле 2, стартует у нас новый чемпионат. У меня, конечно, шпост против ботов, все очень и очень плохо. Меня сразу же проходит Эдкин, пытаюсь где-то в тиснуться по внутренней траектории, но это не очень получается, поэтому на старте я проигрываю одну позицию, но тут мне взад прилетает какая-то плюха, я не понимаю, что вообще произошло, но оказывается там просто мы ехали 3 в ряб во втором повороте в Бахреге. Здравствуйте. Ладно, продолжаем первый круг, я на пятой позиции, слава богу, без повреждений, ну а мы смотрим на повтор старта. Кстати, еще хотел бы заметить то, что мы стартуем в гонке со свежего комплекта, а не с комплекта из квалификации. А это достаточно хорошо. Старт, все едут кучно, вот у нас уже 3 в ряд там было, ну и, собственно говоря, мы тут продолжили так ехать бок о бок, продолжают, и получился контакт. У нас чуть не высула поперек трассы Кинга, потому что Гиота почему-то решил поворачивать направо, вместо того, чтобы ехать налево, и Кингу просто не осталось места, и, следственно, он вытолкнул меня за пределы трассы почти. Ладно, у нас продолжается первый круг, я начинаю отваливаться от Латифи, классно. А Кинг дышит мне в спину. Там у нас начинает уже отъезжать Деврис и вроде ЦТ Камара, если я не ошибаюсь. Просто я в Формуле 2, ну, я смотрел периодически гонки в Формулу 2 в реальном сезоне 2019 года, но, в принципе, ну, не очень-то я разбираюсь там пока что. Ладно, надеюсь, за счет данного сезона я буду шарить в Формуле 2, буду знать, как все работает тут, буду знать всех пилотов, ну, а мы продолжаем первый круг. Ролик, получается, будет очень длинным, вообще все ролики по Формуле 2 будут длинными, скорее всего, больше 20 минут, потому что мы в одном ролике едем две гонки. Да. Ну, ладно, завершаем первый круг и дальше, после завершения первого круга, знаете, что у нас? Нет, вы не знаете, вы ожидали борьбу, да? Ну, как бы, да, вот вы ее дождались. Заезжаем на пистоп, потому что я начал отставать от Латифи, найс, а Кинг оставался за мной и не мог меня обогнать. У нас половина пилотов заезжает на этом круге, половина на следующем, но те, кто поехали на еще один круг, сейчас будут проигрывать прям очень много времени, потому что комплект уже достаточно сильно сдох. Пистоп-то совершенно другой, намного медленней, чем в Формуле 1, причем у нас нету светофора, на этого Челбика надо смотреть, когда у него загорается эта зеленая пикалка. Ладно, и все-таки я хорошо стартанул с бокса, в 6 секунд питстоп, и за счет питстопа Джоу прошел Кинга, который ехал позади меня, а я выезжаю на позицию под номером 12, и передо мной света камера с лучшим кругом, но до него мне прям очень далеко. Ну а на следующем круге у нас оставшиеся пилоты заезжают на пит, и за счет питстопа я прохожу Николас Латифи, и даже выезжаю достаточно близко к Джеку Эйткину. Да, он сейчас едет на третьей позиции, подойди меня Латифи, мне как-то надо разобраться с Эйткином, чтобы попытаться взять первый путь в Формуле 2 за Шумаки. Ну и на седьмом круге я достаточно близко подъехал к Эйткину, был уже в его слепстриме, он зачем-то начал защищаться в последний поворот, и он еще и перетормозил, заблокировал колеса, и я вышел на третью позицию. Классно. И на этом все не закончилось, потому что у нас дальше зона ДРС. Но у меня, слава богу, есть ДРС, но его нет у Эйткина, но он есть у Латифи. Латифи прям очень близко ко мне подъехал на этой прямой, и дальше пытается меня атаковать. Но все-таки я за счет внутренней траектории защитился. Но дальше у нас еще одна прямая зона ДРС, Латифи меня пытается где-то атаковать, кроя внутреннюю траекторию, но он решил нырять внутрь, и это у него пока что получается. Едем мы бок о бок, но за счет лучшего выхода я все-таки обронил свою третью позицию, и ехать еще пол дистанции, на самом деле. Дальше у нас Дэврис стоит лучший круг, но самое главное то, что я без ДРС выезжаю напрямую. А позади меня поголовно все едут с ДРС, и сейчас будут меня атаковать. Латифи меня просто объезжает как стоячего, я пытался как-то во внешней траектории с ним поравняться, чтобы проехать бок о бок, чтобы его замедлить, но он был слишком далеко, чтобы попытаться попозже оттормозиться мне. Также еще ошибся на выходе на вторую прямую, да, получил ДРС, но эта ошибка достаточно сильно сказалась на выходе на прямую. Дальше у нас 14-й круг, и меня пытается атаковать Гуани Джоу, потому что я просто отстала от Латифи, и у меня не хватало темпа, чтобы его как-то вообще с ним держаться. Джоу, так же как и Дэврис пытается меня атаковать, но за счет не знаю чего, он лучше выходит с поворота, и выходит на позицию под номером 4. Меня, конечно, это не радовало, так же я еще поставил лучший круг на каком-то там из кругов, но все-таки на 15-й круге за счет ДРС я пытаюсь как-то атаковать Джоу. Выбрал внешнюю траекторию, немного перетормозил, вот прям совсем немного, вот у меня чувствовалось, что передняя правая немного заплакировалась, но у вас этого не видно. Но все-таки я обогнал Джоу и вышел обратно на свою четвертую позицию. Ну и дальше у нас финиш гонки. У нас также еще на последнем круге сошел Конмелькаре, ну и я доезжаю на своей четвертой позиции. Также немного оторвался за этот последний круг от Джоу, и приехал в четвертом в своей первой гонке, хотя мог приехать третьим. А это достаточно обидно, потому что результат мог быть намного лучше, чем четвертая позиция. Также я еще запорол квалификацию, надо было проехать еще на один круг, наверное, софт бы, наверное, позволил. Ну а так, в принципе, для дебюта нормально. Четвертая позиция, дальше у нас будет вторая гонка с треверсивной решетки. Дальше я буду стартовать на, скорее всего, пятой позиции, и буду пытаться как-то прорываться вверх. В гонку у нас выигрывает Ник Деврис из команды Арт, АРТ. В следующем у нас приехал Хуан Мануэль Каре, вроде, ну и третий Латифи. Да, в принципе, ничего удивительного. Дамс и Арт, скорее всего, будут доминировать, они будут в топе, так же, как и Уни Виртуозе. А у меня напарник Шон Килаэль, да, мне повезло. Кстати, у Девриса тоже Мазепин напарник, ему тоже достаточно сильно повезло с напарником, в скобочках нет. Не, ну вообще, лучший напарник это был бы Махавир. Махавир бы, наверное, побеждал бы каждую гонку, заработал бы много очков, и мы бы с Рангунатаном, наверное, всех бы, наверное, порвали. Вот, наверное, наверное, точно. Надеюсь, что да. Ну, а у нас напарник Гилаэль, который почему-то никуда не едет, хоть у него и пряма, как бы. Но, ладно. У нас с позиумом, как вы видели, Арт Дника Девриса, и два Дамса с этой камерой. Латифи, дальше приехал Мик Шмахер, то бишь я, с лучшим кругом, кстати. Дальше у нас Гуани Джоу, Джек Кейткин, Лука Гиото, Луис Делетрос, Джордан Кинг, и Антон Вюбер замыкает топ-десятку. Ну, один сошедший у нас Хуан Муэль Карреа, Гилаэль 14-й, Мазепин 11-й. Мазепин мощь просто разрывает всех. Просто Никита Тащер. Также еще очень долго у меня тупит компуктер. Спасибо моему компуктеру. Надеюсь, я его скоро обновлю. Вот, наверное, через месяц, скорее всего, у меня будет уже новый процесс с материнкой, побольше оперативки. Ну, а 26 февраля ко мне приезжает мой микрофон. Да, классно. Ну, это будет 26 февраля, через месяц, еще вот вообще разные даты, а пока что у нас вторая гонка в Формуле 2. Тактика без питьстопов. Стартуем с медиума, финишируем на этом же медиуме. Он должен спокойно продержаться эту дистанцию, но и стартуем. В основном, так и стартует гран-при. Бахрейна вторая спринтовая гонка, которая проходит вообще утром. И я опять-таки всираю старт. Из-за этого я блокирую с этой камеру. Латифи достаточно хорошо стартует, так же, как и Ник Деврис. Но все-таки я хоть как-то смог реабилитироваться тем, что эту позицию у Девриса я отобрал обратно. Но Латифи прошмыгнул вперед. И я провалился пока что на шестую позицию. Но гонка еще не закончена. У нас 12 кругов гонки. И мне кажется, что я слишком много. Я, наверное, потом, когда мне наскучит ездить так много в Формулы 2, я, наверное, поставлю спринтовую гонку в 25% дистанции, а не в 50%, наверное. Потому что, ну, в принципе, там будет столько же борьбы, только она будет более плотная, наверное. Наверное. Я не знаю. Пишите в комментариях, уменьшать ли мне дистанцию или нет. Но пока что мы смотрим повтор старта, где у нас бьются Делетрас с Гуанючж... Нет, не Гуанючжоу. Это у нас тоже универтуазия. Это у нас Лука Гиота. Также у нас Махавир очень хорошо прям обгоняет по мне же траектории. Чуть ли двоих не прошел. Начал бороться бок о бок с Татьяной Кальдерон. Прям бок о бок они едут. Продолжают прессовать друг друга. Прям борьба самых лучших пилотов. Точнее, пилоты и пилотессы. Они там прошли у нас Кореа. Они продолжают ехать бок о бок. Не знаю, как описать еще эту борьбу. Это прям борьба века. Не решил я ее вставить, потому что это лучшие гонщики вообще в мире. Как можно не смотреть на их борьбу? И все-таки лучший пилот из этой пары выходит вперед. Махавир просто мощь. Молодец. Он вышел на позицию под номером 18. Красава. Мой человек. Ну, а я продолжаю гнаться за Латифи. Едем мы пока что плотно, потому что из-за того, что реверсивная решетка, более слабые пилоты оказались впереди. И это достаточно хорошо, потому что они сейчас будут сдерживать того же Латифи, того же Эйткина, которые достаточно быстрые. Ну, а я за это время буду как-то их пытаться обгонять. И, может быть, попытаться даже выиграть. Кто знает, 12 кругов передо мной, 5 болидов, надо их как-то обгонять. Ладно. Первый круг очень долгий. Бахрейн прям очень долго ехался на этой машине. Еще и 12 кругов ехать. А, это было так долго и нудно. Ладно. И, в принципе, ничего не происходит, потому что напрямую я как-то не могу с ними вообще соперничать. Аэродинамика у меня была вроде 5.8 или 5.9, что-то в таком роде. Я точно не помню, но все-таки я напрямую отставал, зато во втором секторе мне не было равных. И это доказывает то, что на шестом аж круге, вы понимаете, что я 5 кругов за ними тут подержался, на шестом круге я смог за счет лучшего прохождения, за счет лучшего прохождения окончания второго сектора, пройти Латифи, выехать на пятую позицию. Е-бой. Так же еще поставил лучший круг. Ну и дальше у нас восьмой круг. Я обновляю, кстати, лучший круг. И предо мной Джек Эйткин. Я его... Да, 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 но на самом деле я его вообще не хотел атаковать, просто они зачем-то тормозились очень-очень рано. А я хоть с блокировкой, но достаточно хорошо попал в ховорот, не упустил Апекс и в принципе получилось даже, как я так и задумывал. Ладно, четвертая позиция уже у меня, а позади у нас Деврис продолжает прорываться. Хочет, наверное, меня догнать. И, скорее всего, Деврис и Латифи или, наверное, может быть, Сеттекамера будут моими главными соперниками по ходу всего чемпионата. Ну а на двенадцатом круге я, во-первых, отобрал у Девриса, у которого был лучший круг, свой лучший круг. И на двенадцатом круге получилось так, что Джоу перетормозил, ошибся, я тоже ошибся, но все-таки его прошел вот путем таких ошибок, можно так сказать, и вышел на позицию по номерам три. И это была, конечно, моя позиция, на которой я смог доехать гонку, потому что это был последний круг. За него я немного смог подъехать во втором секторе к Делитразу, даже поставил лучший первый сектор. Лучший круг обновить не смог, но он у меня остался, по идее. Но это третья позиция, подиум во второй гонке, с пятой на третью как бы прорвался. Классно, наверное, но если бы я первые шесть кругов не всрал бы на то, что просто тошнил бы Золотифи, возможно, я бы и выиграл, наверное. Побеждают мы со второй гонки Лука Гиота, вторым приезжает Луис Делеттерас, и третьим приезжаю Ямин, как бы, Мик Шумахер. Очень как-то странно получилось, я типа сказал, что Ямин Шумахер такой типа крутой. Ладно, о чем я вообще разговариваю с вами, что я несу? У нас Кинг приезжает десятый, и он сильно провалился относительно первой гонки. Ну, в принципе, вторая гонка закончена, и сейчас мы уже посмотрим на результаты уикенда, которые тут есть. Типа, тут, во-первых, за квалификацию дается, четыре очка за пол, а за лучший круг тут вроде дается не одно, а два очка. И еще очень главное, очень большое такое примечание в том, что во второй гонке дается прям намного меньше очков, чем в первой. То есть, я сейчас заработал примерно столько же очков, если бы я приехал бы пятым, шестым в первой гонке. Ладно, наверное, половина моих подписчиков знает, что такое Формула 2, знают их правила, наверное, надеюсь. Но, если что, надеюсь, вас в гугле не забанили. Четвертый у нас Джоу, дальше Деврис, Латифис, это камера, и Джек Эйткин замыкает топ-8, который получает во второй гонке очки. Никто не делал у нас спидстоп, потому что смысла нету. У нас матюши, замкнул вообще пилотон, приехал в двадцатом. Ну, а в личном зачете по итогу данного этапа я отстаю от Ника Девриса на 9 очков. Но я второй, у нас дальше еще целых 11 этапов впереди, то есть у нас осталось 22 гонки, ну и надо будет как-то с ними бороться. убить конструкторов у нас универтуозе и дамс имеют одинаковое количество очков, мы четвертые, потому что у меня гипер напарень, который едет очень и очень быстро. Ну, а на этом у меня все, всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрюха Рейс, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok